Привет всем! Благодать, милость и мир. Братья и сестры, вам всем да приумножиться от лица нашего вечного Бога и Спасителя, Отца и Сына и Духа Святого. Через Иисуса Христа. Аминь. Сегодня я хотел бы коснуться достаточно сложного вопроса. Вопрос покаяния и развлечения, покаяния в жизнь и раскаяния по закону. Существует такая вещь, как покаяние в жизнь, то есть спасительное евангельское покаяние и есть раскаяние как бы по закону. И вот хотел бы поговорить вот об этом развлечении. Натолкнул на эту тему у меня один вопрос от друга и брата, я сейчас зачитаю его. Он пишет, вот наткнулся на сложное место Писания, какие твои соображения на этот счет? Из данного отрывка нельзя ли не заключить, что Бог призывает покаянию, причем, как написано, с благостью, долготерпением и тех, кто обречены на его ярость и гнев в день суда? Речь идет о послании к Римлянам, 2 глава, с 4 по 8 стихи. Вот давайте даже для контекста зачтем и то, что буквально с 1 стиха. Это 2 глава послания к Римлянам. Итак, начинаем с 1 стиха здесь. И так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатством, благости, кротости и долготерпения Божия, не разумеешь, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде ярость и гнев. И скорбь, и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, иудеи, потом и елина. Итак, вопрос здесь касается покаяния, которое не происходит. Покаяние, которое как бы не действенное. То есть, если мы говорим о покаянии в жизни, евангельском покаянии, той благодати, которую дарует Господь своим людям, та благодать покаяния, она действенна. Напоминаю, что базовое значение слова покаяние, или же метанои на греческом, означает перемена мыслей. Покаяние, раскаяние – это перемена мыслей, перемена образа мышления, можно сказать, перемена направленности, ориентации мыслей, упования человека. Связано с таким вот достаточно массивным изменением представления о мироздании, или о том, какую дорогу избрать, каким путем идти. Все это обозначается словом метанои, или же покаяние у нас. Интересно, что в русском синодальном переводе Библии мы видим варианты такие, как покаяние и раскаяние. Покаяние и раскаяние. Несмотря на то, что на греческом одно слово, однако вот существует определенная разница, и она даже ощущается русскоязычному читателю внимательно и следующему писанию. Когда речь идет о раскаянии, речь идет об отвращении, или же отказе от определенных каких-то частных грехов. Раскаяние в блудодеянии, раскаяние в каких-то прочих злодеяниях. Например, в книге Откровений, когда люди так и не раскаивались в своих чародействах, в своих прочих злых делах. Это как бы отвращение от каких-то дел греховных. И есть еще вот покаяние, которое обычно имеет направленность к Богу. И часто используется в контексте евангельского покаяния. Покаяние перед Богом и вера в Иисуса Христа. В первую очередь, покуда мы зачитали вторую главу Римлянам, здесь трудность для друга и брата заключалась в том, что написано здесь четвертым стихом «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумеешь, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Благость Божия ведет тебя к покаянию. Однако пятый стих говорит «но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». То есть, пример здесь, что благость Божия ведет к покаянию, но тем не менее покаяния не происходит. Человек остается нераскаянным, собирает себе гнев на день суда. И вот вопрос связан с этим. Призывает ли Бог к покаянию всех людей без исключения? Поскольку мы... Это, на самом деле, этот вопрос, конечно, имеет отношение к действенной благодати и к пониманию таких, например, стихов, как Лука 5, 32, где написано «Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию». Высший Иисус говорит «не больные, они, извините, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников, то есть не самоправедных людей, таких как фарисеи-книжники, но грешников к покаянию». И то, что в книге Деяния мы читаем, что всего Христа Господь возвысил начальника и спасителя для того, чтобы даровать Израилю и покаяние, и отпущение грехов. Это пятая глава книги Деяния, 31 стих. «Его возвысил Бог тесницы свою в начальника и спасителя, дабы дать Израиле покаяние и прощение грехов». И вот эти упоминания о покаянии, начиная с Иоанна Крестителя в Новом Завете «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», приблизилось в лице Иисуса Христа, означает вот эта массивная перемена мыслей по отношению к Богу, к пути спасения, к своей жизни, что подразумевает обращение полностью к Богу и спасительное обращение. Но одно и то же слово в Писании не всегда имеет одинаковое значение применения. Мы сплошь и рядом видим такого рода примеры, как, допустим, недавно мне был задан вопрос вновь про... Не столько задан вопрос в качестве комментария. Второе Петра 2.1. «Были также лжепророки в народе, так же, как и будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, даже отвергаясь искупившего Господа». Вот искупление. Что говорит, вот видите, если они отверглись искупившего Господа, это означает, что искупление может быть недействием и что в конце дня зависит от желающего, от подвязающегося, сохранит ли человек спасение или нет. Стандартная армянская позиция. Не всегда приобретение или искупление означает спасительный оттенок. И в том стихе 2 Петра 2.1 вполне вероятно, поскольку не упоминается цена искупившего крови и слово переведено на нас Господь, на самом деле, «деспотес», «владыка». Это может означать общую принадлежность к народу Божьему, что принадлежность к заветному народу не означает спасительную принадлежность. И эти люди, которые по исповеданию называют себя христианами, тем не менее делами открещиваются от Господа, который, как они исповедуют, искупил их. Я уже обращался к этому месту, но это как пример того, что не всегда мы можем просто взять слово и сказать, оно должно иметь везде одинаковое значение. Или, например, слово «мир». Слово «мир», «космос» в Новом Завете у евангелиста Иоанна. Как разнообразно оно используется. И это тот мир, который возлюбил Бог, и также мир, который ненавидит вас, мир, который лежит во зле, дано указание также не любить мира, не того, что в мире, в первом послании Иоанна. И так далее. То есть не всегда одно слово имеет униформистское значение во всех местах. Не всегда используется одинаково. То же самое относится к словам «все», «всякий» и так далее. Так вот, покаяние тоже слово такое, что используется как минимум в двух ипостасях. Это может быть, означать, вот это вот евангельское покаяние, или же спасительное покаяние, если хотите, обращение в жизнь, о котором говорят, например, упоминают иудеи, говоря о Корнелии и о семье его. «Видно, Бог дал и язычникам покаяние в жизнь», 18 стих из 11 главы Деяния. Это покаяние, которое к спасению, в жизнь. Но есть также покаяние, которым я объясняю, как раскаяние по закону. Это угрызение совести по поводу каких-то конкретных дел, или же просто признание своей греховности, что можно назвать законным или же легальным покаянием, не обязательно евангельским. Ну вот, например, тот же самый пример из 2 главы Римлян, то, что мы зачитали, что благость, долготерпение, общее благорасположение Бога к своему творению, то, что Он посылает дождь на праведных, неправедных, то, что посылает лучи солнца, дает все, в принципе, необходимое для жизни людям. Что вот это и сама жизнь, даже физическая жизнь, в которой мы живем, хотя она кратковременная, что все это не заслужено нами. И то, что Бог долготерпит нас, как и все творение, это должно вести человека к покаянию, к признанию того, что мы, конечно же, согрешили. Мы согрешили даже по закону совести, не разумеешь, что благость Божия ведет тебя в покаяние. Можно перевести это место, как все это, вся благость Божия, долготерпение, кротость, это должно, по идее, вести тебя в покаяние. Однако, ты остаешься, пятый стих, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев, надень гнева и откровения праведного суда от Бога. Это то же самое, как, например, в послании к евреям, говорится, что, когда делает доброе даже врагам своим, если враг твой голоден, накорми его, если он жаждет, дай ему воды, и так соберешь ты угли на голову его. То есть, благость, которую ты оказываешь, милость, и даже, можно сказать, любовь к ближнему, которую ты оказываешь даже к врагам, послужит для нераскаянных людей в большее их осуждение. Потому что, по идее, по идее, можно сказать, по закону идеи, это должно вести человека к покаянию. Но мы знаем, как неблагодарно сердце человеческое по природе, и как мы склонны воспринимать все, что мы хорошее принимаем от Бога, как должное, как если бы, как в рекламе говорится, вы этого достойны, вы ведь этого достойны. Люди живут, рождаются в этом мире, вкусно едят, наслаждаются хорошей погодой, используют много благ, которые дает им Бог, и наслаждаются природой, и так далее. Но не воздают благодарность Богу, и это не ведет их к покаянию. Именно эта мысль здесь имеется в виду. То есть, это не евангельское покаяние, а покаяние как признание, скорее того, что мы грешники, мы ничего не заслуживаем, а Бог так благ и милосерден. Можно сказать, что это раскаяние или же покаяние по закону, которое общее всем людям. То есть, должны бы, по идее, каяться все люди, признавать свои проступки, свои плохие дела, и обращаться к Богу. В этом смысле это такой вот закон, по закону покаяния. Вот. Существует, однако, евангельское, ну, еще вот как пример, вот такого покаяния, которое не обязательно покаяние в жизнь, да, не обязательно евангельское, приходит в голову в книге Деянина, про обращение к Симону, в волшебном, и говорит 22 стихом, в 8 главе Деяния. «Итак покаяся в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». Обратите внимание, «Может быть». «Итак покаяся в этом грехе». То есть, речь идет о том, чтобы признать неправоту данного греха. То есть, то, что он хотел через деньги, с помощью денег, с помощью вот этого неправильного богатства заполучить власть для того, чтобы возлагать руки и передавать Духа Святого. То есть, он хотел капиталом, деньгами приобрести духовное благословение. То есть, что для прибытка как бы использовать все это. Как современные харизматы, которые делают деньги на вот этих всех исцелениях и так далее, имя себе сколачивают. Он говорит, «Покаяся в этом грехе и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». Здесь мы видим вот пример именно такого покаяния. И здесь нужно упомянуть тот факт, что в покаянии должен быть такой элемент, как угрызение. Угрызение, сожаление о грехе соделанном. Иногда, в особенности в русской культуре, вот этот аспект подчеркивается очень сильно, неправомерно сильно. То есть, покаяние, это обязательно должны быть слезы, это должно быть сильное сожаление и угрызение. И это сильно подчеркивается в особенности вот в такой монашеской, православной культуре. Вот. Но это, этот элемент, он не составляет полноту покаяния. В особенности евангельской, вот этой переменной мысли, когда человек разворачивается от, в том числе, того, что как он полагался на свои силы, на свою праведность, на свое упование, он раскаивается в этом и всю веру в свое упование помещает на Христа. В этом, именно в том, что я сейчас говорю, в этой перемене мысли состоит основная суть или соль, так сказать, покаяния. Но, тем не менее, покаяние может быть вот таким, по закону или касающимся конкретного греха. И в этом смысле оно может быть недействием в том плане, что Бог ожидает даже определенного покаяния, а оно не происходит. И здесь нет противоречия с благодатью покаяния в жизнь. Еще вот вам пример такого покаяния по закону. В книге Откровения у нас несколько таких примеров. Просмотрим только один сейчас очень кратко. Это во второй главе, где уже идут послания к церквам в Малой Асии и к Феатирской церкви, когда идет обращение. Обратите внимание, Господь обращается к ангелу Феатирской церкви и говорит двадцатым стихом, но имея немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и изовеле называющие себя пророчицы учить и вводить заблуждение рабов моих любодействовать и есть и должертина. Двадцать первый стих. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю на одр любодействующих с ней великую скорбь, если не покаяться в делах своих. Вот видите, здесь написано двадцать первым стихом, я дал ей время покаяться или дал ей место покаяться. В King James там переводится интересно, I gave her space, дал ей возможность или место покаяться, но она не покаялась. Ясно как бы говорится, то есть это речь идет о том, чтобы покаяться вот в этом конкретном ее грехе. И здесь как бы долготерпение Божие ожидает. Скажите, почему ожидает Бог что-то от человека, если человек не способен это сделать? Ну а как же Богу судить мир? Как же Богу еще судить мир? Человек создан не имеет сейчас, но создан был по образу и подобию Божьему. Он разумеет делать добро, но не делает этого добра. То, что, допустим, любодеяние греха или идолослужение, человек это осознает внутри себя. Первая глава послания к Римлянам не была бы написана, если бы перечисляют все эти грехи, которые делают люди. Они знают, что делающие такие дела достойны смерти. Но не только их делают, но и делающих одобряют. Это вот завершается первая глава Римлянам 32 стих. И вот они перечисляют неправда, блуд, лукавство, корыстолюбие, злобы и так далее, убийство, распри, обманы. Все эти грехи перечисляются и Павел говорит, что язычники, первая глава послания Крым как известно, в основном охватывает язычников, то есть просто людей, которым не был дан закон на скрижалях, которые однако по закону совести знают. Здесь написано, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. То есть по идее они должны бы покаяться в этом, но они не каются. То есть вот в этом смысле раскаяние может быть по закону недейственным. Но существует однако благодать покаяния в жизнь. Давайте сейчас откроем сейчас книгу деяний. Это одиннадцатая глава. это разговор о семье Корнилия, к которым направился Петр. Апостолы, братья, бывшие в Иудее услышали, что язычники приняли Слово Божие. Начинается здесь с первого стиха. И когда второй стихе. Когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его. Обрезанные в особенности упоминаются обрезанные. Некоторые от Якова, говорит Павел в послании Галатам. Очевидно, они упрекали его, говорят, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. И Петр начинает отчитываться, начинает говорить, почему он туда пошел, что было мотивацией. Если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? И 18 стих говорит, выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Видите, в этом стихе сокрыто так много. Обрезанные успокоились и прославили Бога, услышав о том, что Бог совершил даже среди язычников, вернее, Он начал только совершать это среди язычников, и Корнилий римский неизудеев является первородным начатком начатком и из язычников, которые обратились, которых Господь покрестил Духом Святым, так что они даже на иных наречиях стали славить и благодарить Бога, они обратились от проповеди апостола Петра. И вот это их обращение и исполнение Духом Святым, эти люди изобрезанных, также являющиеся братьями такие вот упертые больше в его действия они признают, что это благодать от Бога. Видно, язычникам Бог дал покаяние в жизнь. Покаяние в жизнь или же евангельское покаяние это абсолютный дар, который Бог дает кому угодно дать этот дар. И если он дает это покаяние, это означает, что люди покаявшиеся являются его избранными. И вот это евангельское покаяние, оно всегда идет вместе с верой. Иногда люди говорят, что должно быть прежде покаяния, а потом вера или вера покаяния. Я бы сказал, что они идут вместе. Это две стороны одной и той же монеты. Вера здесь имеет более основательное, скажем так, фундаментальное значение. Без веры невозможно покаяние. И вот почему. Помните, покаяние это перемена мыслей, это переориентация курса жизни, это когда вы меняете свое мировоззрение, предмет упования, на что вы надеетесь, на что вы рассчитываете, на что вы опираетесь. Вот этот метаноиа, кардинальный перелом, перемена направления в жизни, разумеется, для нее нужно соответствующее основание. Почему вы обращаетесь, почему вы полагаетесь теперь только вот на это, в то время, как раньше вы считали, что правильная дорога будет идти вот таким путем. это происходит после того, как вы узнаете, то есть получаете определенную информацию, весть, Евангелие, вы слышите. И Господь дарует веру, уши слышащие, глаза видящие, сердце восприемлющие своим людям. И о таких Павел говорит, зная избрание ваше, потому что благовествование наше было у вас не только в слове, но и в силе. Как он пишет это в Фессалоникийцам, когда Бог дает покаяние в жизнь, люди обращаются от тьмы к свету, но для того, чтобы они обратились от тьмы к свету, у них должна быть вера. И можно сказать, что вера логически, вера во Христа, она предшествует покаянию. Понятно, да? То есть перед вами должен быть предначертанный Христос, как бы распятый, вы должны увидеть, разумеется, не плотскими глазами, но духовными глазами предмет упования. И вот уже потом происходит это покаяние, когда вы слышите радостную весть о Христе, который умер за грешников, и во имя возвещается покаяние и прощение грехов, и вы каетесь, у вас происходит вот это самое метаноэ изменение мыслей, когда вы прежде ходили другими путями, ныне вы разворачиваетесь, идете уже в другую сторону. Вот это собственно говоря вкратце евангельское метаноэ или же покаяние в жизнь. Я на этом сейчас хочу завершить. Слишком глубоко идти, это займет очень много времени, и нужно рассматривать очень много текстов, но как бы вот такая общая идея и развлечения между раскаянием по закону, то есть когда ожидается, допустим, благость ведет тебя к покаянию, то есть то, что должны как бы все люди признавать и главенство Бога, и его право определяют нашу жизнь, и в то же время то, что мы во природе не делаем даже то, что написано, дела закона написаны в совести. Вот это покаяние по закону должны все люди, и есть еще благодать евангельского покаяния в жизнь, которую Господь дает людям своим. Между ними есть различия, тем не менее слово используется одно и то же. Благость Божия ведет тебя к покаянию, однако ты по упорству нераскаянному сердцу собираешь себе гнев на день гнева, да, как написано, мы читали, вот, и в то же время есть покаяние и отпущение грехов, которые изливаются на объектов милости. Итак, Господь додарует нам всем жить и иметь это покаяние в жизнь и жить жизнью покаяния, как Калвин замечал и многие другие древние, это не разовое действие, это своего рода постоянный некий процесс, потому что что касается нашей повседневной жизни, самоупования, закоснилости в определенных путях, мы каждый раз, вернее, мы постоянно нуждаемся в покаянии так или иначе, и всякий раз это должна быть вера, покаяние перед Богом и вера в Иисуса Христа, Павел не случайно говорит, покаяние перед Богом и Господь благословит нас в этом ради Иисуса Христа, который был возвышен, чтобы дать и покаяние и отпущение грехов всему Дому Израиля. Аминь. Продолжение следует...